всем привет дорогие друзья с вами дальше это канал сам солнышко play и сегодня мы начинаем прохождение с вами бенди and the dark revival это вторая часть продолжения бенди и чернильная машина сейчас посмотрим нет ли у нас случайно русского языка но похоже что его здесь значит будем переводить вам переводить с вами самостоятельно изи нормал да я была в студии раньше поэтому можем с вами начать и на нормале играть кто не смотрел первое прохождение игры оставлю ссылочку в комментариях обязательно придите посмотрите это очень интересная классная игра я правда пока не очень понимаю чем-то может быть продолжение потому что прошлой серии мы получается но прошлой части игры мы победили черного демона и вроде как все должно было закончиться но видимо нет джо и дрюстудии мы всегда свободно выберем верить во то что мы хотим поверить верить в и на вещи которые были сделаны прошло возвращается чтобы пожрать тебя жизнь какая не надо и июнь восемнадцатого тысяч девятьсот семьдесят третий год а это красивая девочка рисует бенди джо и я вот у маленьких пилотер при чечении вытащих коти провал сандо старри ничто так быстро говорит пресс я пустяное давайте время для маленького приключения так ну типа дойдите до лифта какое-то тут все немножко не такое как было в прошлой части Я привыкла вот к этим бледно-желтым оттенкам, а здесь какие-то все, какое-то все синенькое. Блин, вообще будет интересно посмотреть, насколько отличается графоний, да, потому что первую часть, она аж 2017 года, а эта 2022, где еще даже года нет. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Слышу, очень похоже на прошлый кабинет. О, ну-ка что, Кока-кола, Саванавдена, Спрайт, какой-то Рудбир, даже не знаю, что это. Ладно, здесь закрыто. А почему здесь никого нет? Или я такая добросовестная сотрудница, которая осталась запознана? Что случилось? Ммм, Ангела Лисса такая красивая. Так, это наш Дрю, да? А, нет, смотри, Нейтан Арч. Что произошло? Тут, видимо, какой-то сценарист сидел. Что-то как-то жидковато оставаться одной в таком месте. Так поздно. Реально? Они закрыли меня? Что-то хорошая, хорошая вещь. Retrieve your office keys. Короче, надо найти мои ключики. Что это такое? А кто это меня запер? Кто это додумался меня запереть? Извините. Кто положился? А вот не начинай, пожалуйста. Вот не надо. Началось. Очень прикольно, что они такую некую отсылку сделали к первой части. Так, где мои ключи? А что я сразу повезла? А, вот они, вот и ключи. Можно бегать? Нет, я не бегаю. А Бензи-то пропал опять? Почему там сигналит, я не понимаю. У нас пожар какой-то или что? Вот экран. Типа не самый гостеприимный коридор, который я видела. Да ладно, тебе нормально. Это... Здравствуйте, здесь кто-нибудь есть? Мне как-то очень... Ой. О, это я, да. Так я забыл, да. Очень громко. Вот так вот, на 50 где-то вот так сделаем. Все, окей. Очень громко мне. А тут кто-нибудь есть, нет? Ну, вроде... Вроде бы нет. Архгейт, пикчерс. Так у нас... Стоп, подожди. Архгейт, это... Это не то. Вот у нас же был вот этот Дрю. Или это оно? Ну все, я поехал. Я же домой еду или никуда? Мне на какой? Офига тут этажей. Ой, ешки. Я на первой еду. Всем пока. Аудри. Булсон. Это, ну пока, у меня до сердца. Извини, моя дорогая. Ты работала допоздна сегодня. Такая милая девочка, как ты. Нужно оглядываться по сторонам, чтобы... Ну, сохранить тебя. Могу поехать с тобой. Ой. А, ты не против, если я поеду с тобой? Спасибо, Аудри. Не могу сказать того же о тебе. Извините, конечно, кто это такое вообще? Да какой-то уборщик, видимо, он очень-то странный. Что ж, эээ... Это было прекрасно, Диэль? Просто великолепно. Ой. Ой, Билсон, а что происходит? Что это такое? Что это было? Пожалуйста, не говорите мне, что мы застряли здесь. Не беспокойся, моя дорогая. Это просто... Что-то маленькое проявление к системе. Это уже происходило пару дней назад. Не нужно бояться. А, это не мой этаж. Давай я посмотрю, что мы можем найти. Не бойся, типа, Вилсон, старый Вилсон, защитит тебя. Ой, боже, давай ты один сходишь, а я здесь постою, как бы, окей? Я просто постою тут. Давай, удачки тебе. Я верю в тебя. Давай, Вилсон! Я знаю, ты справишься. Еще какая-нибудь хрень из темноты вылетит и заберет его. Ну что там, Вилсон? Что-то тыкает. Что-то делает. Ну я здесь постою. Я не пойду, я не буду выходить. Или надо выйти. Выйти, надо выйти. Ну что там у тебя? Блин. Ладно. О! Вот и все, типа. Просто пару. Типа кушку. Следуй за мной. Это будет великолепно. Безопасно. А почему я просто не могу на свой первый этаж поехать? И все, зачем мне за тобой идти? А, вон, Джо и Дрю. Джо и Дрю. Вот он. Ну, не красавчик ли? Джо и Дрю. Был владельцем студии и человеком, кто создал Бенди. Бенди, который являлся одним из самых популярных персонажей за все время. В 1929 году с помощью, ну, с помощью его бизнес-партнера Генри Стэйна, за которым мы с вами играли в прошлой части, он создал Бенди первый мультик. Типа, вот этот маленький демон Дарлин, почему-то. Короче, такой вот мультик. Ладно, в общем, вы поняли. Ну, да-да-да, я его помню, я его помню с первой части еще. Ух ты, а здесь это какой-то музей. Прикольно выглядит. Это вот они, видимо, первый проект представляли свой. Игрушечка. Бенди. Да-да-да, я тебя помню, мой дорогой. Я тебя изгна... Ты посмотри на него. Ты посмотри, какой он жуткий. И из-за этого стекла он, кажется, еще жучей. Бориска, Бориска. Бориска классный. Надеюсь, он мне и в этой части попадется, и будет меня спасать. Ну что? Вилсон. Давай. Валяй. Че ты хочешь мне показать? О, нет! Только не говори, что мы опять будем включать чернильную машину. Я уже через это проходила. Я это к добру не приводит. Это вызовет чернильного демона. Оно тебе надо? Посмотри, че-то тут. Да-да-да. О, дорогая, О-о-о-о-дри. Может ли старый мучит положить тебя, чтобы ты помогла ему найти все? Я так включу, типа... Ну, включат энергию. Ну, найти, 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 как бы вещички, да. Ну, опять то же самое, все. Так, гаечный ключ есть. Он у нас здесь был, да. Стримота, стримота. Ладно. Так, нам нужна книжка. Нам нужна игрушка Бенди, вот она. Ага. Ну что, сладкий? Надо его связать, кстати. Он прям пушка. Или Бориску хочу связать. Хочу связать. Я просто крестиком вижу, надо Бориску связать. Да, это будет круто. Так, что там нам еще нужно было найти? Стоп, что это было? Что это было? А, вот тут, кстати, смотри, шестеренка. Да. Вот, есть. Отлично. Шестереночка есть. Книжка нам нужна. Вот она книжка, я ее помню, да. Угу. Иллюзия жизни там, по-моему, да, что-то такое. Чернильки, вот они. Ага. Ну, здесь как-то проще все искать. Что там еще было? Не помните. Так, здесь, по-моему, ничего нет. Книжка, шестеренка, гаечный ключ, игрушка, чернила. Пластинка. Пластинка еще была, я помню. Музыкальная пластинка, вот. Ага. Отлично. По-моему, это все. По-моему, там больше ничего и нет. Так, давай сюда. Такой сладкий. Музыка. Ага, чернильки. Шестерня. И как будто что-то еще упустила. Книжка нет. Все, мы с тобой все собрали. Угу. Ну все, я готова, дружище. Нажимай там, что, заводи машинку. Капец, что у тебя с глазом-то произошло? Ты скажи. Одна же вещь. Дерн за рычаг, окей. Короче, одну вещь надо сделать. Оп. Это сделано. Сделано. Улсен. О, Хаудри. Сделано. Сделано. Моушен, да я не знаю, что это такое. Эээ, чернила зовут нас, моя дорогая. Ты не слышишь? Что? Не бойся. Мы идем домой. Эээ, держись подальше. Слушай меня, Одри. Че? Бери внимание, собственное слово. Потому что очень скоро ты забудешь все. Отстань! Иди, найди меня, Одри. Я покажу тебе твою цель. Я покажу тебе правду. Это нереально. И сейчас мы умрем. Эээ, я не хочу умирать, а сконит меня. Что ты делаешь? О нет, нет. Утопил нас чернилых, ты бригинь. Почему? Он нас, видимо, сейчас в мир Бенди перетащил. Понял. Скорее всего он. Он интересный, кто уходит. О-о-о-о, ага, механика та же. О-о-о-о, я наполовину чернильная, что ли, теперь? Что случилось с моими руками? Что с моими руками? Релакс? Уилсон знает. О, Одри. Что случилось с тобой? Кто-то плачет. Ну все, зя-зя, вот это привычный мир мой. Покиньте студию. Ты посмотри. Релакс! Успокойся. Уилсон знает твою цель, твое предназначение. The man who killed the ink demon? Человек, который убил чернильного демона? Что? Как это возможно? Он убил... Да нет, не может быть. Рид. Давайте я не буду. Вот так вот просто сделаю, чтобы быстро было. Каждая великая история начинается с тайны. Хотя, поначалу все может быть темно. Правда, осветит ваш путь. Не бойтесь того, кто вы есть. Слушайте только то, чем вы можете стать и сгонять это прочь. Твой лучший друг пол. Кто это такой? Не знаю. О! Memos and stories in the pause menu. Окей. Ага. Что это такое за? Grand Code Accounting. Так, блин, как она? Вот так. Гранту, козу, бухгалтеру. Пожалуйста, сообщите господину Дру, что несмотря на его упорство в том, что слухи о банкротстве в студии Джо и Дру не соответствуют действительности, я хочу напомнить ему, что если его студия действительно потерпит неудачу, все оборудование и эксперименты, произведенные в рамках нашего партнерства по контракту принадлежат Гент Корпорейшн. При необходимости мы принудительно вернем эти активы. Вот так вот. Вот так вот. Вот доверяй, конечно, своим партнерам. Там кто-то плачет? Где? Welcome home. Добро пожаловать домой, говорит. Спасибо, конечно. Так. Э! Блин, подумала, что мне нужно что-то сделать. Так. Лестница. Нам не хватает перилок. Нам не хватает двух, 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 двух перилок. Кто там плачет? Так, Бенди, ты не в курсе, где могут быть наши перилки? Как будто... О! Можно посмотреть. О! Так легко. Я уже... Я хотела сказать, что посложнее уже эта часть. Блин, мне не нравится, что я чернильная. Хотя, может быть, у меня какие-то суперспособности будут из-за этого, но это не точно. Но левая рука прям полностью чернильная. Не знаю, что с телом, не видно. Так, это... Ага, все держится. Отлично. Второй. Давай, давай. Опа. Хорош. Все. Идеально. Идеально. А куда пропал этот чел, интересно? Сумасшествие. Или сумасшедший? Так. Приходится очень далеко отводить. Блин, судя по тому, как эти идиоты смотрят на меня, можно подумать, что я топлю котят. Я никогда не видел такого разочарования в глазах человека, но таков порядок вещей. Если руководство не может оплатить свои счета, то банк забирает товары обратно. Тем не менее, мне немного ломается знание того, как сильно я любила те старые мультфильмы, которые раньше снимались в этом месте. Ну что ж, времена меняются, жизнь продолжается. И то верно. И то верно. Так, что тут у нас? Опять С, опять С. Блин, давай мы пробуем. Может быть здесь можно будет поменять, потому что мне очень удобно на С. Реально нельзя? Нельзя? О-о-о-о! О-о-о! Нифига себе! Смотри, какая красотка! Ну! Вообще, офигеть, глаза такие же сияющие. Ну смотри, у меня точно должны быть какие-то умения, сто процентов. Но я не могу быть такой красивой. Внимание, дети, машины! это Уилсон! Твой друг! Твой защитник! Я жил без... Я его типа победил. Он вернулся? А я тебе дам один... Среди тебя ходит незнакомец. Одинокая жизнь? Принесите мне ее. Не надо никакой бринк-леди. Не надо меня никому приносить, пожалуйста. В общем, он сказал, что он победил этого чернильного демона, что ли? Студия Джоу. Мы с Джеком подумали, не могли бы вы встретиться с нами, учитывая текущую ситуацию. Мы работаем с вами уже много лет и считаем, что внесли свой вклад в успех Бенди в прошлом. Мы заинтересованы исключительно в том, чтобы сохранить эту компанию силей. Мы просто хотим помочь и можем. Давайте поговорим с Эмми... Не знаю, кто это? Ну, я здесь опять спрятаться буду, да? Блин, ну я же чернильная тетка, я должна их всех убивать. Сейчас за мной кто-то погонится или что? Сёрч. О! Collected Gens Farts. Какой-то кусок взяла для чего-то. Здесь, видимо, знаешь что, смотри, я обратила внимание, что вот тут в менюшке, да, вот здесь ворова от нее куча каких-то материалов, один из которых мы сейчас с тобой подобрали. То есть, возможно, мы что-то будем крафтить или что? Непонятно. Так, тут я, наверное, просто вот так вот присяду. Очень долго... Ай, блин, не доползла. Но то, что они сохранили прошлую рисовку, стилистику, это очень круто. Мне, потому что она безумно нравилась. Так, еще одна записка. Что за инкдрипс? Ой, блин, какой текст. Чернила. Чернила капают. Парк Несс распространился по этой студии. Вокруг тебя ползут тянущиеся тени, что-то жаждет твоей испорченной плоти. Это закрытое очень близко. Он пытается схватить тебя. А, нет. It's close. Это имеет в виду, что он близко. Очень близко. Он пытается схватить тебя, задушить сзади, почувствовать его дыхание на своей шее. Это близко. Не хочу ничего чувствовать никакого дыхания на своей шее. Это мне приятно. Мне это это в Вельсин напрягает. Автоматически дверь, это приятно. О, макаки вот эти. Ой, господи. О! Добрый вечер! Я по вам так скучала. Нет. Посмотри какой. Откуда он выпал и почему он мертвый? Вот, я просто плакат увидела этих макаков. Они меня больше всего бессилили там. Надо внимательно смотреть, потому что, ну, можно подбирать какие-то вещи. О! Блин, вот это будет... Сейчас. Так, давайте мы потом прослушаем, либо я вам как-то расскажу отдельно, потому что я на слух вообще очень тяжело, если ты понимаешь. Какой-то шарик забрала. Бат-джоу. Бат-джоу. с ним показал. Субтитлс, ну да, они включены. Почему-то вот он не хочет. Бейсбол. Короче, ну, короче, мячик подписан на легендарный Бут-Луис. Это был, типа, невероятный подарок для кого-либо, кто, ну, является фанатом бейсбола. А, вот смотри, кстати, здесь есть, видимо, перевод, что ли. Я только что получил звонок. Джоу и Дрю мертв? Что? Какой тихий конец необычной жизни. Последнее, что я слышал, что он остановился в какой-то тесной квартирке в центре города, когда он звонил мне в апреле прошлого года, по телефону практически было слышно крыс. Несмотря на это, старый Джоу оказался вполне счастливым, когда мы в последний раз разговаривали. Больше похоже на взволнованное, полную надежду молодого человека, которого я знал когда-то давно. А, ну, прощай, мой друг. Что теперь будет с вашими творениями? Ну, вот в этой квартирке мы с тобой были как раз в конце прошлой части. Видимо, это про нее. Блин, прикол. Но я так понимаю, он из-за старости умер. Хайт, хайт, серч. А, блин, здесь вот хайт, окей. А серч вот тут было. Посмотрим. Может, тут есть что-нибудь полезное? Нет, ничего нет. Окей. Блин, мне очень нравится моя чернильная рука. Ага. Нажимаем. О, Борис! Борис! Борис, дружище, ты мне нужен. Я рада тебя видеть. Стоп, Борис же мертв. Тогда это не Борис. Тогда кто это? Ха! Так погоди, Борисов же много. Ага. Может, это один из? Борис? Так, опять налево-направо. Здесь ничего. Блин, объекты не бесконечные. О, я помню, я помню, помню, помню это место. Heavy Toys. Но они немножко по-другому выгляделы. Крутяк. Но я помню это место. Мы опять в том же месте. Почему? Ха. Это очень интересно. Так, здесь ничего собрать. Ага. Надо все обыскивать вообще все. Смотри, записочка. Записочка очередная. Поскольку ветер здесь меняется, я спрашиваю себя. Шон, что ты делаешь? Там целый мир. Места, что можно увидеть. Семья, с которой могу проводить время. Это вот работа, просто работа. У меня есть другие. Как это? Как это? I have others like it. Не поняла. Не беспокойтесь. Но важно то, что мы должны понимать, чтобы жить. Я думаю, пришло время сделать это. Чё? Я ничего не поняла. Короче, кривой перевод какой-то мне дали. Бориск. Вот носить Бориск. Бориск. Борис Иванович. Тут заперто. Окей. Не понимаю, как мы могли вернуться сюда заново? Мы же победили чернильного демона. То есть все должно было закончиться. Уже нет? Ой. Стоп. Автосейв. Ну я еще вот... Стоп, а что он не сохраняет меня? Ладно, пойдем. Прикольно. А! Твою мать! Чёртова мартышка! Что делать-то? Так, надо бежать. Я думаю, надо бежать. Надо бежать. Надо бежать. Ранненхайт. Все, пошел в жопу. Напугала, блин. Все, пока я спрятался. Чё, какао? Где? Эй, не лезь ко мне! Сейчас, наверное, Бенди придет, убьет его. Чё, макака, боишься? Это Алиса. Это Алиса была. Фуд! Опа! Мало здоровья? Съешь снэк. Выживание ну, типа, предусматривает некоторые опасные ситуации, когда вы у вас мало здоровья, вам нужно что-нибудь съесть. Ну, спрятанная еда находится ну, вообще везде, короче, по студии. Окей. Find я не могу тебе тебе, но что-то это нехорошо. Спокойно, я не сделала тебе больно. Я хочу помочь тебе. Не трогай меня. Что это такое? Что это за ужасное место? Да, я помню мое первое место. Ой, я знаю, это страшно, но ты невероятно типа, быстро говорят. Это машина так у меня? Нет, это Пайпер. Я не понимаю ничего из этого. Я не могу думать, это больно. поднимайся. Могу я пойти с тобой? Ты не можешь, прости. У меня есть волк, который не принимается незнакомцев. Я надеюсь, мы встретимся еще. Короче, она там раздала советы. И еще одна вещь. Обо все. Ну, короче, сторонись чернильного демона. Что за черниль демона? О, ты знаешь, ты узнаешь, что когда выйдешь. У него улыбка. И он убивает все, что двигается. Подожди, что у тебя за имя? Зови меня Алиса. Я Адри. Что ж, Адри? Добро пожаловать в студию. Да уж, спасибочки. В общем, она там надавала советов, что ну, типа, остраняться сеней, быть аккуратнее, там, еще что-то, и поднимись на верхние этажи. Ну, это как бы и так, и так было очевидно. здесь пусто. Здесь пусто. Окей. А, ну, нам, видимо, нужно ползти туда, куда мы с тобой ползли в первый раз. Где у нас макака скинула? Макака. Тик. Момент. Здесь лучше всего оставаться вне поля зрения. Никогда не бегите куда-то, если не знаете что-то. Если вы наброситесь на проблему лицом к лицу, ну, напоритесь, наверное, вы окажетесь в беде, и это просто глупо. Вы должны смотреть, слушать, и когда придет время, продвигаться вперед. Твой лучший друг. Спасибо. Конечно, это понятно, это я помню, это я сейчас в первую часть знаю, умею. А, ну вот, да, так я не договорила. В первой части просто было очень много вот этих супов из бобов, да, но они по факту тебе ничего не давали, их можно было выпить, но, ну, и все на этом. А здесь они как бы восполняют его здоровье. Здесь они нужны. Автосейв. Я туда иду? Вообще нет? Стоп, мне сказали подниматься наверх, я иду куда-то вниз. А. Окей. А. Мне сюда. Стоп. Так мне надо еще, видимо, вот этот рычаг открыть. А он не тыркается? Подожди. А что же я открыла тогда? Не поняла. Мне не нравится, что у меня бег ограниченный. В первой части я могла бежать сколько моей душе угодно. А здесь нет. Здесь я добегу до какого-то определенного момента, потом меня кикнут. А, может сюда? Да. Так, аудиозапись. Ну, с вами сразу вот так. Вот это. Вот это. Блин, большая какая. Двойная квота, которую говорит мистер Флинн. Ага, двойной. Почему я должен, даже не работал полнорабочий день на этом сборочном конвейере старых игрушек в течение примерно четырех лет? Я не собираюсь начинать сейчас. У меня есть свой уголок. Моя маленькая фляжка, я просто отлично. Что? Блин, какой кривой перевод. Двойная квота. Ха, я еще и половину не сделала за несколько месяцев. О, но они не уволят меня. Нет, сэр. Место это большое, никто не знает, что делают остальные. Так что я включу радио, подниму ноги и посчитаю дырки в носках. Пять часов здесь, легко отдаются. Ха-ха, приятель. О, они какие-то, смотри, какие работнички у нас тут. Высун. Это вот он радио, да, слушал здесь? Это он здесь чилился? Ага, он забирал сюда и чилился, тут нифига придумал. Ха. Деловой колбас какой-то, смотри. Окей, мы включили с тобой вот этой штучкой-то, я чё-то не пойму. Куда нам нужно дальше идти? А, вот мы тут не были. Окей. Здесь ничего интересного. О, 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 офигеть, красотка. Вообще секси. Мне нравится. Знаешь, что напоминает Биошок Инфинити? Ну, вообще классные же нет. Вообще супердама. Бенди, как я тебе? Двигаюсь, прикольно. Такая походка от бедра. Тыч-тыч-тыч. Так, что здесь у нас? Очередная запись. Блин, конечно, сложно без перевода, довольно грустно из-за того, что приходится тратить время вот на вот это вот, но что по делу. Ага, так что парни из Гент Корпорейшн довольно странные. Каждый раз, когда я возвращаюсь на работу, они вкладывают ещё больше своих бесполезных качеств. На прошлой неделе они построили что-то вроде электрического, электрических мачт возле анимационного переулка. На этой неделе добавили коду безопасности для открытия дверей. Боже, какую работу, по их мнению, мы здесь делаем. Последнее, что я проверял, мы делали игрушки и глупые мультфильмы. Это не Форт Нокс, если вы понимаете, о чём я. Теперь моя работа просмотреть эти накладные и заполнить кучу случайных чисел. Без шуток, спасибо. Я просто запишу здесь код двери, чтобы не забыть его. Код 451, если мистер Дюй, мистер Грейс просит, что вы не слышали этого от меня. 451, запомнили. Окей. Посмотрим. Чё-то я не знаю, я уже сколько открыла этих ящиков, да, пока ничего не нашла. Буду не только нашла. 451, Бориско, Бориско. Ага, это сюда. Окей. 451. Всё, я так понимаю, у нас... А. Я подумала, там чё-то внутрь заработало. Что это? Он увидит всё. Ой. Он увидит всё, говорит. Ещё одна запись. Стол. Поверни... Оглядись вокруг. Это было как-то жутко. Окей. Ой, глаза, глаза. Вверх куда-то, смотрите, или чё такое? О, это Вилсон, кстати. Чё там Вилсон говорит? Ну-ка. Ну-ка, Вилсон, ну-ка, давай. Похоже, что Арч Гейт Студис при всём своём неуместном восхищении так стремилась питать себя работой всей жизни этого мошенника Шарлотана Джоу Дрю, что даже не до конца осознала, что приобрела. Назовите это судьбой, что я случайно оказался на погрузенной платформе в то утро, когда курьеру уронили один из ящиков. Он развился, внутри было что-то действительно особенное. Масса жёлтой стали и красивых заклёпок. Какая-то машина. Никто не знал, что это было. Так что дураки выставили это на всё ещё обозрение. Но я мог сказать, что это грубо. Устройство хранит секреты. Секреты, которые могут быть моими. А, вот почему вот это Аркгейт Студио. Это значит, они после смерти, получается, этого Дрю выкупили её, что ли? И поэтому, вот, видимо, этот чел, он заново призвал Бэйни, получается. Хотя... Да ради бога, запирайся там. Я вообще к себе не хотела идти. Вот. И, видимо, что-то вот этот Уилсон натворил. Он же при нас запустил. Говорит, мы сейчас умрём. Что-то вот это всё. Ну, в общем... Какой-то подозрительный чел. Это мы сейчас этой макаке дверь откроем, что ли? Я сюда не хочу. С того, вон лок. Локет. А, нам нужен ещё один. Ну да, дверь им открыли ему. Так мне сражаться-то нечем. С этой обезьянкой. А, она пропала. Пропала? Что это? О-о-о-о! Воу! Воу! Что ты? Что ты? Что я? А, это апгрейд? Нифига себе! Ну-ка, что можно прокачать? Ну, там я вижу здоровье, выносливость. Так, выберите улучшение. Постоянно улучшает ваше максимальное здоровье. Но всегда улучшите максимальную уносливость. Ну, я даже не знаю. Ну, давайте, может быть. Давайте, наверное, здоровье прокачаем. Потом прокачаем уже этот... О! Наконец-то. Что-то полезное. А потом уже прокачаем выносливость, потому что бегать здесь надо будет много. Много ящиков, в которых ничего нет. О! Ключи. Откройте... Ну, короче, ворота. Ага, вот. А куда делась эта макака? Понял. Ладно. Пусть гуляет. Мне не жалко. Я пока тут похожу. Ну да, качать выносливость на 100% надо будет. Так, а что мы хотели открыть? Стоп. Сюда разве? По-моему, нет. Нет, 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 нет. Мне кажется, туда вниз. Сюда? А у меня что-то пропал значок, куда идти. Я не уверена, что сюда. Или сюда все-таки. Сейчас посмотрим. Просто до этого здесь был значок... Ну, куда идти. А сейчас его нет. Вообще-то я не уверена, что там нужно возвращаться назад. Но с другой стороны... Как будто бы нам надо было в эту дверь, нет? А, нет, давай назад. Видимо, что-то нужно сделать там. Там... Блин, сама себя пугаюсь. Эти светящиеся глаза, эти страшные светящиеся глаза. Сюда. Ключи-ключи-ключи-ключи. А, что-то я не видела ничего, куда можно было бы применить ключи. Но похоже, что это... Что-то здесь. А, стой, вот, move. А, я двигаюсь, окей. Что-то я сразу не заметила. Вот они, ключики. Ну что ж, господа. Мы с вами посмотрим, что же таится за этой дверью в следующей серии. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Комментируйте, рассказывайте, делите впечатлениями. Ставьте лайки, поддерживайте меня. И всем пока-пока. До скорых встреч в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok